Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте, все, кто заглянул на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим домашнюю колбасу или домашние сосиски. Знаете, очень сложно, когда тебе приезжают, и ты знаешь, что они не едят свинное мясо. В магазин не пойдешь, сосиски не купишь, а угостить чем-то хорошеньким хочется, и уже проелись котлетки, и уже проелись беточки, и хочется сделать что-то новое. И вот сегодня мы берем мясо индюшиное, перекручиваем его, делаем фарш, добавляем в него половину вот такой луковицы, прямо можно при перекрутке. Дальше берем, чтобы эта колбаса была красивая, разноцветная, берем перец болгарский сладкий, желательно, чтобы он был яркий, или красный, или оранжевый, или желтый, можно даже зеленый, если это зимой. Дальше мы его режем на такие кусочки, кубики. Я додаю много перца, потому что делаю эти сосиски, котлеты наполовину овощными. Дальше добавляю немножко, совсем немножко, а можете этого не делать. Чеснока, фактически только для запаха. И тоже крешить можете, не совсем мелко, добавляем его. Дальше зелень, берем зелень, я взяла петрушку, тоже ее надо покрешить и добавить в наш фарш. Вот, я ее пробую покрешить, тоже крешу, не совсем мелко. Мне надо, чтобы она создавала в этой колбасе не только вкус, но еще и цвет, и красивый внешний вид на разрезе. Вот, покрешили. Дальше добавляем, смотрите, можно взять один вариант с перцем болгарским, половину сделать так. Вторую половину сосисок, колбасок можно сделать с яблоком, тоже будет очень вкусно. Но все, то, что очень жует, жуется сложно. Например, если у вас твердая кожура, надо ее почистить, серединку вытащить и тоже покрешить кубиками. Дальше добавляем яйцо. Куриное. Смотрим, какое. Отлично. Дальше добавляем ложку чайную соли. Чайную ложку перца черного молотого. Так, ну и мешать, конечно, мне здесь очень сложно, поэтому я возьму кастрюльку побольше. Так, и все это перемешиваю. У нас получается такой цветной, красивый фарш, начинка для нашей колбасы. Можно крышить крупными кусочками перец, яблоко. Можно даже не перекручивать лук, а тоже покрошить его. Но какие размеры надо брать. Сейчас мы это определим. Так, пусть он немножко настаивается. Что нам еще понадобится? Дома вы можете сделать вот такое приспособление. Берете полиэтиленовую бутылку, срезаете с нее верхушку, приблизительно вот таких размеров. Дальше, чтобы не поранить руки, ставите горячий утюг. И у вас края закручиваются. И уже поранить вы ничего не сможете. Это нам не надо, а эта часть нам понадобится. Теперь, как ни странно, самое-самое сложное. Нам надо взять нитку, вот такой размер достаточно, и вот такую кишку. Она продается в магазинах, в мясных отделах по метрам. Вот. И одеть на нашу горловинку обрезанной бутылки. Для меня это, как ни странно, самое сложное. Но я попробую с этим справиться. Она скользкая. Так, одеваем. Немножко натягиваем. Честно говоря, сколько раз я не делала, у меня всегда почему-то, непонятно почему, сползала эта кишка. Ну, надеюсь, уже сегодня будет все нормально. Так, и завязываем, привязываем ее к горлышку. Хорошо привязываем. Вот, наверное, я привязывала не очень хорошо, поэтому она у меня и сползала. Сейчас я это сделаю как можно туже. Так. Так. Лишнее обрезаю. Нам не надо. Так. Дальше. Другой конец надо завязать, чтобы наш фарш никуда не делся. Остался в этой кишке. Завязываем. Затягиваем. Два-три узла нужно делать не меньше. Тогда будет надежно. Так. Даже четыре сделаю. Все это съедобное. Выглядит пока не очень привлекательно, но ничего. Теперь, что мы делаем дальше? Дальше. Дальше мы берем наш фарш. И вот я вам говорила, какими кусочками надо крешить перец, яблоко или другие овощи. Такими, чтобы они прошли через эту горловинку. Если у вас что-то больше и другое какое-либо приспособление, а их, я уверена, много, тогда надо подстраиваться под диаметр нижней части этой бутылки, будем говорить так, обрезанной. Сколько брать фарша? Вот сок это вам скажу. Берите, накладывайте понемножку. Быстрее будет проталкиваться. И рукой обязательно поддерживайте эту часть. Когда я училась, это был длительный процесс, потому что делала это уже не один раз, я сначала не обращала на это внимание. Сейчас вам говорю, держите рукой, не сползет. И так проталкиваем уверенно наш фарш. Вот, формируем нашу колбасу, сосиски. Это домашний продукт. И, конечно же, на вкус каждого нашей семьи. Кому какие нравятся. Смело можно дальше его проталкивать. Вы скажете, какой некрасивый вид. Зато интересный процесс, между прочим. Так. Проталкиваем. Ничего, ни кишка эта не порвется. Не бойтесь, она эластичная. Очень эластичная. У меня ни разу не рвалась. Ну и я еще раз хочу сказать, это не обязательно должно быть мясо. Вы можете брать и другие продукты. Картофель, рис с приправами, с овощами, даже с тушеной, хорошо с тушеной капустой. Рис. Очень будет вкусно. Можно чисто овощные делать. Ну и, конечно, как на Украине у нас делают. Со свиной, свиным мясом, большими кусками и салом с чесноком. Ничего больше тогда бросать не надо. Это свиное мясо, сало, чеснок, соль, перец и достаточно. Раньше я добавляла немножко молока. Сейчас я этого не делаю. Без молока, мне кажется, вкус даже лучше. Ну, если хотите, можно добавить и молоко. Так, вот я это все делаю и стараюсь быстро-быстро заполнить. Когда вы первый раз делаете, у вас столько возникнет и день. И фантазия ваша будет развиваться не по дням и по часам. И вы будете это блюдо готовить, готовить и готовить. Вкусно, надежно, полезно. И вы знаете, с каких продуктов готовите его? Это ваша домашняя колбаса или ваши именные сосиски. Вам не придется оправдываться, с чего, как сделаны те колбасы, которые вы режете на стол, когда к вам приходят гости. Здесь вы будете знать, что та очень хорошо. Так, я проталкиваю, формирую. Мне хочется показать ее во всей красе. Вот. И протягиваю дальше. Это займет немножко времени. Видите, я поддерживаю, поддерживаю там, где завязала. Я не хочу, чтобы у меня оно оборвало. Даже если оборвется, ничего страшного. Вы тут же можете одеть заново. И ничего не случится. И продолжить эту процедуру. Да. Можете сделать каждому по желанию фарш. Кому овощной, кому мясной. Кому можно сделать даже кашами. Все равно это будет вкусно. Так, проталкиваем ее. Ну а мясные продукты, такие, как домашняя колбаса. Вы знаете, что ее можно подавать и вареную, и зажареную, и запеченую, и на гриль приготовленную. С чем подавать? С картофелем, с кашей, с вермишелью. Да, с любым гарниром. Если это мясная колбаса, то она подойдет у вас к любому гарниру. И будет очень-очень вкусно. А главное, это будет оригинально для вашей семьи. И огромнейший плюс хозяйки, которая справится с этим абсолютно, поверьте, абсолютно несложным блюдом. Мне кажется, даже котлеты готовить сложнее, потому что их надо жарить, переворачивать на сковороде. А здесь заполняем. И дальше будем варить. То есть, кастрюлю. А-а-а! Видите, такое тоже бывает. Но ничего, не переживайте, это можно исправить. Смотрите, как я это сделаю. Я остановлюсь. Все я это сделаю так, как положено. Вот это как раз и есть то, чего я боялась. Часть оборвалась, немножечко прозевала и у нас верхняя часть оборвалась. Так, хорошо. Я не буду забирать ваше время. Дальше. Я просто завяжу и сделаю чуть-чуть меньше кончик. Надо больше. Подвинем фарш. Так. А второе уже после видео я сделаю, чтобы полностью ушел весь фарш. Так, и завязываю, закручиваю, завязываю нашу эту часть. Так. Отлично. И эту часть, смотрите, я подвяжу больше, чтобы все было плотненько. Так. Лишнее срезаю. Так. У меня еще осталось фарша много, но это уже будет на другую порцию. Я это сделаю после видео. Так. Ставим воду. Так. Смотрим, что у нас получилось. Вот. Посмотрите, какая колбаса. Какая у нас колбаса. Я ее так формирую. Смотрите, можно еще что сделать. Можно вот так пережать. Фарш уплотняется и перекрутить. Тогда у нас будут цирдельки. Сейчас я так и сделаю. Передавливаю фарш, перекручиваю и получаю 3 цирдельки. Разных размеров. Но ничего. Большая пойдет мужу. Так. Дальше готовим воду. Это я все вытираю. Готовим воду. Я поставила на плиту. И у меня уже греется вода. Так. Я закладываю нашу колбасу в горячую воду. Делать это надо аккуратненько. Значит, можно наколоть. Но я чего-то в последнее время не накалываю. Я оставляю вот так, как есть. Не прокалываю. Если хотите, я одну прокалю, чтобы вы просто видели, как это делается. Вот. Беру зубочистку. Обычную зубочистку. И прокалываю. Вот. Я одну только прокалываю. Больше не хочу. Так. И оставляем варить. Как долго мы будем варить нашу колбасу. Ну, по времени нам понадобится минут сорок. Это зависит от мяса. Какое мясо вы брали. Если молодая телятина, значит, по времени... Посмотрите, сколько у вас на вашей плите, в вашей кастрюле готовится, варится молодая телятина. Если у вас более старое мясо, не молодое, немножко жестоватое, конечно, его надо варить как можно дольше. Около часа. А так минут сорок. Этого будет достаточно. Но у нас, как всегда, время проходит очень-очень быстро. И я заранее уже приготовила вам колбасу, которую сварила три часа тому назад. Сейчас я покажу, как она выглядит. Вот наше блюдо. Колбаса домашняя. С вервеселью можно обязательно добавить свежие овощи или помидоры или огурцы. Можно малосольные овощи добавить. А я сейчас разрежу и посмотрим, как она выглядит внутри. Так, посмотрим, что у нас внутри. Я наперёд знаю, что всё отлично. Посмотрите на срез. Есть перчик, есть зелень. Выглядит здорово. А на вкус какая же она вкусная. Домашняя. Вот, посмотрите, как красиво она внутри выглядит. Я сейчас аккуратненько, чтобы она не свалилась с вилки. Смотрите, как красиво. Перец придает красный, оранжевый цвет. Ай, да что это у меня сегодня всё не так? Всё валится с рук. Ну, ничего. Хорошо, что у нас есть кот во дворе. Он съест. А я пробую. Обалденно вкусно. Обязательно, хотя бы один раз надо приготовить такое блюдо. Это я влюбилась в эту колбасу. Как жаль, что один кусочек упал на пол. Очень жалко. Ну что ж, у меня, пожалуй, всё на сегодня. Пока!